Всем привет! Вы на канале Middle Plants. Сегодня у нас будет супер необычный выпуск, потому что мы находимся в Токио, Японии. Мы находимся в районе Акихабара, то есть знаменитый на весь мир район Аниме. Для нас специально знали, что мы сегодня будем снимать. Дорогу перекрыли. Да, вон полиция стоит. Все люди счастливы, они очень довольны, гуляют здесь, фоткаются. Совсем недавно здесь человек лежал и буквально, ну, просто реально лег. Не знаю, что это. Самый большой фанат какой-то, видимо, и миллион, триллион людей. Все пришли посмотреть, да, вот все, что здесь находится. Сегодня мы поговорим про аниме, что это такое, зачем это нужно и почему оно становится таким популярным в последнее время. Поехали! Сразу скажу, я не аниме-гуру. Каждый день я сварю аниме, я за него не топлю, я его всем не рекомендую. Хорошо. Ну, согласись, что ты живешь все-таки в культуре, в которой это аниме зародилось, которое продолжается, которое развивается. И ты наверняка знаешь больше, чем кто-либо, особенно из других стран. В общем, я понимаю в целом, о чем говорю, да. Хорошо, тогда я подготовил специальное энное количество вопросов, которые я тебе сегодня задам. Они будут местами тупыми, может быть, местами будут не очень хорошими, но, тем не менее, я бы хотел попробовать на них найти ответ. Ага. И с каждым годом мы как будто с тобой на вокзале сидим. Не, ну это просто в каждом городе в Японии как бы есть система предупреждения. То есть она работает во время, понятно, чрезвычайных ситуаций, да. Или, например, кто-то потерялся. Вот сейчас я просто ничего не понимаю, ничего вообще говорят. Вот. Либо кто-то потерялся, например, там всем внимание потерялась. Там бабушка 80 лет, там где-то было так-то, так-то. Если вы ее видели, позвоните типа в мэрию, либо в полицию. Либо. Да. Либо... Ни слова, ни одно слово не понимаю. Либо вот, например, там в 4 или 5 часов вечера в каждом городе, бывает говорят, но всегда есть музыка, бывает говорят, что пора идти домой, как бы скоро темнеет, типа безопасно все вернемся домой после работы, типа вот. Ну тут я настолько... Время сейчас как бы не вечернее, 2 часа дня, я думаю, что кто-то потерялся, и они говорят просто долго. Медленно проговаривают, поэтому, ну вот, оно уже закончилось. Как расшифровывается аниме с японского, и вообще как можно расшифровать аниме? Аниме — это просто с английского слова animation. Просто аниме... Японцы взяли, сократили это слово, и все, его применяют. Ну, это обозначается, вот, то, что вокруг... То, что нас сейчас захватывает ус. Вот. Это все. Аниме. Три... Три буквы. Три буквы? Аниме. А, вот, в Японии... Ну, это можем про японский-то немного поговорить. То есть, в японском языке, как бы, три алфавита, да? Хирогана, Катакана и Канди. И Хирогана, Катакана — это слоговая азбука. То есть, КА-КИ-КУ-КЕ-КО. Вот, например, А-НИ-МЕ. Вот, как бы, три буквы, как бы, вот. А, ну, это слога, типа. Ну, слоговая азбука, конечно. Да, я понял. Здесь немного по-другому все. Что такое аниме, простыми словами? Аниме — это такое же, как кино, произведение искусства. Вот. Только нарисованная, либо компьютерная графика. Ну, зачастую красивее нарисованные, поэтому будем тогда... До сих пор, на самом деле, аниме. То есть, люди рисуют, там, на планшетах. Вот. Много людей, много студий, они рисуют, там, кадры. Вот. Чтобы они были такие красивые, насыщенные, там, и так далее. Конечно, на компакт можно делать, но, типа, оно дешевле, и картинки некрасивые, и, типа, вряд ли будет это аниме, там, с шедевром каким-нибудь. Хорошо. Тогда вот есть такой вот вопрос, наверняка, он, может быть, покажется тебе глупым. В чем разница между аниме и мультиком? Мультик во всем мире, как принято, например, Диснейленд, либо советские мультики, они рассчитаны на детскую аудиторию, то есть до, там, 12 лет, да, допустим, например, да. Там, как бы, все просто, все, ну, там, радостные, есть какие-то проблемы, но их там все решается, и все в конце счастливы. Но аниме может быть какой-то супер страшный триллер, например, только для взрослых, потому что есть жанр, плюс 18. И вот он рассчитан, как бы, для взрослых, кому-то хочется посмотреть ужастик или какой-то боевик, где там что происходит. На самом деле, даже здесь на улице видно, насколько разношерстные люди здесь находятся, вообще, которые этим интересуются. Конечно. Потому что видно вот взрослых людей, которые какие-то прошли, видно реально каких-то юных. Но опять же, вот хочется пообсуждать и развить мысль мультфильмы и аниме, потому что есть мультфильмы, честно говоря, тоже для детской взрослой аудитории, если говорить об этом, да? Ну, также, конечно, особый стиль отличает от мультфильмов. То есть, внимание на глаза. Особая рисовка, которая отличает мультики от аниме. Аниме – это, в принципе, тоже мультики, только вот такой свой особый стиль. Но он, как бы, от автора к автору может меняться. Но, в принципе, мы просто, как бы, тоже понимаем, что это аниме, это мультики. А это, получается, ну, только вот эта вот улица или вот еще везде, тут во всех этих штуках рядом? Ну, на самом деле, этот район небольшой, да, это вот такая прямая улица. Ну, может быть, еще переулки, вот, прилегающие, да, к этому, к этой улице. И, как бы, все, на самом деле, не так очень много, как бы, не такие там кварталы 10-километровые. Ну, это вот, получается, все здания сверху донизу, это все магазины, все какие-то места. Да, конечно, если это, например, аниме-магазин, да, то, например, мы прошли его, там, анимейт, это, да, прямо там, 7 этажей, фигурок, там, каких-то брелков, манги, DVD, постеров и так далее. Вот, не все, конечно, может, даже и жилые здесь есть дома. Какое, на твой взгляд, самое популярное аниме? Самое популярное аниме? Без понятия. Ну, я думаю, это для широкого зрителя в мире, это какой-то фильм Хаяо Миязаки. Потому что это вообще, как бы, мировой любимый дедушка, как бы, аниме-дедушка, хорошо. Ну, реально классный мужик. Он создал свою студию под себя, короче, студию Гибли. Вот, и сам, как бы, рисовал аниме-фильмы. Они суперизвестные во всем мире, они там финансово успешные и так далее. Спасибо ему за его шедевры. Такие, как «Унесенный призрак», «Мой сосед Тотара». Вот еще нравится «Навсекая из долины ветров», по-моему. Классные полуметражные фильмы, интересные музыка шедевральная. Интересно смотреть. Кстати, последний фильм я вот еще не успел посмотреть, хотя он выходил уже там в прошлом году. Это, в принципе, фильмы. Вот я на самом деле не слышал, что кто-то говорил, что это, типа, фуфло. Это такие, да, все любят такие. А что, на твой взгляд, вот прямо сами японцы сейчас смотрят? Наверняка у тебя есть знакомые японцы, с которыми ты общаешься, и вы, наверняка, может быть, что-то обсуждаете, каких-то там, не знаю, героев, сюжеты, может быть, еще что-то. Вот что чаще всего встречается? Смотрят, на самом деле, много тайтлов. Но суперпопулярный раньше был «Нарота». Я думаю, и в России знают, ну, в странах СНГ тоже. «One Piece». Такие-то огромные тайтлы. Как бы сериалы, да, тайтлы их называют, которые там тысячи серий, да, они популярные, до сих пор выходят. Ну, по «Наруто» нет, она уже закончилась. Сейчас немного там другое аниме. Но вот по «One Piece» до сих пор сериал проходит, я не знаю, лет там 10-15 по телевидению идет. И также раз там в пару лет ходит прямо кино, то есть показывает в кинотеатре «One Piece» аниме. Сейчас идет аниме «Фри Рен». Это про волшебницу, по-русски провожающая в последний путь «Фри Рен». Такой классный, интересный аниме-сериал. Я бы даже посоветовал его людям посмотреть, хотя бы кому интересно. Такой добрый, с хорошими мыслями на самом деле. Вот. Ну, не то, что добрый, короче, классный, интересный. Я вижу кучу всех. Это фигурки. Да, мы сейчас находимся в магазине фигурок. И, ну, по всем тайтлам, ну, не по всем, по-моему, 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 популярным выпускают фигурки, и ты их можешь купить, например, с любимым персонажем, вот, и поставить у себя дома. Я смотрю, цену у них такие шоколадные. Здесь на самом деле дорогое немножко место, поэтому цены бывают разные, там, от 500 йен до 50 тысяч йен, как бы, вот, на любой кошелек. Ну, там 700 тысяч. 700 тысяч? Ну, это какое-то... 78 тысяч. Исключение исключение. Как культура аниме влияет на японскую культуру? Вообще, в целом. Насколько она сильно интегрирована? Ну, аниме сейчас в Японии, на данный момент, она везде. То есть, журналы, книги, может, какие-то обучающие, там, книжки в школе, музыка, игры, и так далее. Ну, во всех сферах она присутствует. Аниме-стиль, я бы так сказал. Не всегда же так было, я так понимаю. Не, ну, конечно, но она зародилась там в 60-х, 70-х годах, вот начало. Людям это понравилось. И вот она, как бы, с каждым годом все прогрессирует, прогрессирует, прогрессирует. Я тебе могу сказать, что я не слежу особо за новостями, но я читал вот в обычных новостях то, что какая-то там японская главная корпорация, она читала, что прошлый год он был самый прибыльный год в аниме-индустрии за все время. Ну, 23-й. 23-й год, да, то есть... Самый прибыльный по ним. Самый прибыльный за всю историю. То есть, это только набирает обороты. Насколько понимаю, оно будет только расти во всем мире. Как ты думаешь, ставит ли японское правительство или японское, не знаю, министерство культуры, какие-то задачи, чтобы экспансии какие-то были на других рынках? Нет, ты ошибаешься. Государство, оно вообще никак не участвует в этих вещах. Я тебе могу сказать, что профессия мангаки, профессия вот аниме рисовать, она супернизкооплачиваемая. Да, вот. Если идти на нее, то ты должен, как бы, такой человек, который ты хочешь этим заниматься, да, ты не идешь сюда зарабатывать. Вот. То есть... Для души. Для души, да. Серьезно, это вообще никак не оплачивается? Нет, оплачивается, но это не супероплачивается. Это обычная работа, там, тысяча, тысяча, пятьсот в час, так иначальная. Самая, самая минимальная. И, например, какой-то есть стереотип, да, иностранцы, вот я, например, в России живу, или там, не знаю, где угодно, Белоруссии, я люблю аниме, я, например, рисую аниме, и, например, переехать в Японию, да, и работать за это, да, получить визу. Это очень тяжело, потому что для японского правительства, да, чтобы получить визу, вот, по аниме, то есть, ну, это очень тяжело, я читал, и мне рассказывали, что таких кейсов очень мало. то есть, правительству не нужны сюда иностранцы, приезжающие рисовать аниме. Такого есть очень мало. Ясно, значит, не будем этим заниматься. Да, да, да. Ладно. А те, кто рисует мангу? Манга аниме одно и то же. Что такое манга? Манга – это как японские комиксы, простыми словами, вот, и мы находимся сейчас вот в манго-магазине, так сказать, по-русски. Манго-магазин. Пять этажей, всевозможных тайтлов, как бы новых. Манги нам очень много, которые уже вышли за там 30 лет. Их очень много, они все не поместятся в одном магазине. А вот новые, они сейчас вот здесь продаются. Есть еще такой вопрос, тупой может быть, но тем не менее. Почему манга читает задом-наперед? Для японцев это обычно, как бы, читать задом-наперед, потому что японская книга, она начинается от начала, да, вот мы берем от начала и отсюда, сверху вниз, справа налево читается в Японии книги. Это все книги или только манго? Она может быть и в западном стиле, японская книга, но традиционные книги, да, они сверху вниз, справа налево читаются. Все мы знаем, что есть Марвел, к примеру. Да. И это конец по, скажем так, по миру, по сетингу, которого снимают там фильмы, мультики и куча-куча всего. Что с манго? Точно так же? Что-то адаптируется, снимается, рисуется аниме, наверняка потом по ним. Да, сначала рисуется, есть мангака, это автор манги, он рисует ее, идет в издательство, если издательство такое, о, ништяк, мы это берем, они это печатают, если люди это покупают, да, более-менее популярно, это, ну, начинает рисоваться аниме, вот уже потом, ну, это стандартный, да, вот. Некоторые, за редким исключением, адаптируются в кино, но я вот это вообще, честно, не знаю, но очень мало, в основном, это рисует аниме, сериалы и фильмы. Ну, насколько я слышал, что манго, которое, ну, как бы, рисуется потом, да, или снимается фильмы по ним, это супер какие-то для японского рынка. А, да, 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 есть, такое есть, что в основном они, как бы, кино японское, оно, как бы, такое особенное, да, тоже, и поэтому они, в основном, для своего рынка только снимают, да. Ну, то есть, снимается, но чуть-чуть, смотреть это нам будет опасно. Своеобразный такой, своеобразный вкус. Так, как ты думаешь, все-таки, почему аниме становится таким популярным в последнее время? Как бы ты ответил на этот вопрос? Ну, значит, просто больше, больше фанатов аниме появляется в мире, вот и все, вот о чем говорит. То есть, просто, то есть, других стран, Америки, там, Европы, там, может, еще откуда-то, просто каналы, видимо, уже начинают заказывать к себе. Например, Netflix, он уже прямо, ну, тоже много заказывает, прямо сериалов из Японии, и они уже выходили и будут выходить. Также, огромная прибыль-то, вот почему здесь ходили, это же шмотки, вот это все, фигурки, все, это тоже, это огромные деньги вообще. То есть, человек заинтересовался аниме, ему там понравился какой-то персонаж, он захотел вот с этим, не знаю, фигурку, или-то подушки есть, вот такие здоровые, называется, таки макура, например, да, вот купил с собой и кайфует, как бы, вот, игрушки и так далее, все что угодно, футболки, потом концтовары. в общем, это такая классическая история, когда там, допустим, те же самые «Звездные войны» или какой-то «Марвел» больше зарабатывает потом, после выхода на игрушках, на каких-то игрушках, на костюмах спайдермена, нежели на этом фильме самом. Главное, продать вокруг все. Плюс-минус такое же здесь. Все лицензионное, есть авторское право, которое охраняется реально, и поэтому, то есть, авторы какие-то типа вещей, аниме, они, ну, спокойно могут зарабатывать на этом все. Исходя из всего этого уже сказанного, у меня возникает резонный вопрос, как это все влияет на психику, и есть мнение, и все-таки какое-то бытует, что это все, конечно, очень сильно. мы раньше уже говорили, что это просто вид искусства, да, который есть и для детей, и для взрослых, то есть, ну, жанры, да, ну, если там стоит 18+, ну, понятное дело, что это не для детей, да, если ребенок посмотрит какой-то, говорю, мне 10 лет, да, и я посмотрю какие-то ужастики, не знаю, там, синистр, или я там, не знаю, какие там, последний звонок там, да, ну, наверное, у меня кукуха немного поедет, я-то типа спать не смогу ночью, да, но с аниме то же самое, то есть, если ты посмотришь для взрослых, наверное, это как-то повлияет, может, на тебя, но если ты как бы подготовленный взрослый человек, ничего с тобой не будет, смотри чего угодно, а если ты ребенок, ты посмотришь для взрослых, ну, я думаю, это и незаконно, и неправильно. давай подытожим это видео, какой-то финальной мыслью, давай, и вообще, это видео было про аниме, насколько оно было интересным, полезным решать вам, конечно же, ждем от вас лайков этого видео, и напишите свое мнение в комментариях, что ты хочешь еще сказать напоследок. Ну, что бы я сказал людям, которые вообще не понимаешь, или просто хотят узнать, что такое аниме, просто думайте своей головой, да, не ведитесь на стереотипы, в нашей жизни очень много стереотипов, о чем угодно, просто, и люди, может быть, верят в них всю жизнь, и даже бьются за них, то есть, зачем, просто, если тебе это нравится, пожалуйста, не нравится, ну, значит, не надо, да, занимайся какими-то своими вещами, которые ты хочешь. Аниме, это, конечно, очень специфически, возможно, для российского менталитета, и с визуальной точки зрения, тоже очень специфически, но это видео направлено на то, чтобы что-то там пропагандировать, а попробовать каким-то образом объяснить, разъяснить, или в очередной раз поговорить об этом, потому что это такой же вид искусства, как любое другое, картина, у которой есть разные стили, да, есть там классические, есть авангард, есть еще куча разных каких-то вещей, и аниме, это такой же стиль изображения, вряду с какой-то анимацией, 3D, 2D, и так далее, и тому подобное. Рожденное в Японии. Рожденное в Японии, да, просто для японского рынка. Все, на этом мы заканчиваем, спасибо вам за просмотр, еще раз, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорой встречи. Давайте, увидимся. Пока. Чувак с коробкой, надеюсь, тоже посмотрит это видео и порадуется. Давай мы оставим ссылку на канал, вот, я думаю, отличная идея. Да, можно. Субтитры сделал DimaTorzok, ДимаTorzok,